Радостно, что в том или ином виде спорта приняли участие хотя бы по одному учреждению культуры. Грустно, что не все во всех видах спорта приняли участие. И почетные работники культуры у нас сегодня в строю и бегут. И отдельно хотелось бы отметить, что наша спартакиада, она такая уникальная, именно работников культуры, разрешается принимать главам. Участие и отдельный поклон за участие в спартакиаде это Анатолию Петровичу Елисееву, главе Киевского муниципального образования, который принял соревнования в шашках. И главе Константиновского муниципального образования, который играл в теннис и обещал сегодня приехать пробежать кросс. Ну а пожелаю вам сегодня единственное, наверное, это попутного ветерка в спину. Ну я думаю, что я тоже докачусь сегодня до финиша. Удачи, вперед! Заключительным этапом спартакиады стал кросс сотрудников образовательных организаций и культуры, а также молодежной политики Татарского района. В январе 2021 года команда приняла участие в лыжных гонках. Затем с марта работники соревновались в таких видах спорта, как стрельба из винтовки, настольный теннис, шахматы, волейбол. По итогам спартакиады работников образовательных организаций победителями стали Киевская школа и ДИСУША. Среди дошкольных учреждений первое место занял детский сад номер 12. Команда Дома культуры Ускульского сельсовета стала лучше в спартакиаде сотрудников культуры и молодежной политики. КОНЕЦ